Распните ее, господа, именем Шамбалы. Радж, звезда, звезда смерти. Не ходите, дети, в Индию гулять, в Индии буддисты, в Индии тантристы, там неподалеку злые шамбалисты. Уничтожается армия, истребляется население, президент и его окружение косят под дурачков, творя преступления, зарабатывая масонские ордена. Орден гроба Господня за то, что угробил страну. Спасибо вам за Россию. Эти засланные казачки выполняют программу небесных руководителей Армагеддона. Они готовят нам кровавую баню, готовятся с хлебом и солью встретить новый мировой порядок. Как минимум без 150 миллионов россиян, но пусть засланцы знают. Бог не скрывает своих планов. Я Кришна, я уничтожитель миров, я разрушитель вселенных, руками нечестивых уничтожу чистых, затем убью нечистых. Читайте приложение «Помни войну». Война на духовном фронте не прекращается ни днем, ни ночью. Вожди шамбалы, как сирены, поют на разные голоса о великой душе Востока, никчемности тела и необходимости растворения эго, личности, в любви к Богу. Как много славянских душ, ослепленных обыденностью судьбы, втянула эта гигантская душегубка. Одной рукой дает забытье буддизма, другой вовлекает в предательство по-кришнаитски, третий впихивает пособие по Камасутре, в других ее лапах тупиковая йога и тантризм. Бойцам судьба предлагает миф о силе и неуязвимости. В ее руках звонко гремят блестящие погремушки, духовные пустышки, Библии, Коран и другие виды веры в единую богиню Бабайку. Физиологическим признаком здоровья является то, что ноги теплы, а голова прохладна. Теплота ног – это не что иное, как течение вниз половой энергии. Когда жизненная сила начинает течь вверх, то за ней следует половая энергия. Работа у нее такая. Ноги становятся холодными, а голова горячей. Биологически лучше, когда ноги теплее, чем голова. Но духовное здоровье – когда ноги холоднее головы. Ну да, когда моча в голову, духовность у индусов выше. Они читают духовные книги, например, Камасутру. Когда энергия начинает течь вверх, может появиться множество болезней, потому что вы биологически нарушили работу всего организма. Будда умер очень больным. Махавир умер очень больным. Рамаим Хариши умер от рака. Рама-Кришна умер от рака. А причина в том, что расстроен весь организм. Своими мудрыми мыслями с нами поделился Бхагаван Шри Раджиеш в своей книге «Медитация» страница 67-68. В эти игры играют миллионы мужчин. Не в силах избавиться от гипнабельных машинок, ведь результаты налицо, а тщеславие сыто и довольно попискивает на руинах души. Каждому приготовлена ловушка сознания по вкусу и амбициям. Чем бы дети не тешились, лишь бы Бога любили, каждый как умеет. Шамбалюги через одураченного несчастного Рериха, Блаватскую и многих других мыслителей уже испортили мозги миллионам людей. Они поверили, что Шамбала – это оазис разума и света. Когда я был маленький, я тоже в это верил. Посмотрите, какие люди живут на Востоке. Я имею в виду большинство, наделенное хоть какой-нибудь властью, а простые люди везде одинаковы. Хоть это и фольклор, но все же информация к размышлению для ищущих правды на Востоке. Она там была когда-то, но давно там не живет. В принципе, как и любовь. Как вам нравится кровожадная горняя тварь, ставшая прародительницей тибетского народа? Тибетцы, как известно, ведут свое происхождение от царя обезьян Ханумана. Был он якобы девственником и праведником, последователем одного из выдающихся мэна. И надо же было такому случиться, влюбилась в него похотливая горная ведьма и стала настойчиво домогаться взаимности. Я бес, но я люблю. Со мной не ляжешь ты, я с демоном сольюсь. По десять тысяч душ мы будем убивать, мы будем жрать тела и будем кровь лизать, и породим детей жестоких, словно мы. Они войдут в Тибет, и в царстве снежной тьмы у этих бесов злых возникнут города, и души всех людей пожрут они тогда. Подумай обо мне и милосерден будь, ведь я люблю тебя. Приди ко мне на грудь. Перевод Льва Гумилева. Типичная баба яга. Кали. И знаете, своего парня она добилась. Царь обезьян стал ее мужем, прижил с горной ведьмой шестерых детей, они-то и положили начало тибетскому народу. Согласно ламаистским толкователям, безобразная горная ведьма была раньше прекрасной богиней, благостная и сострадательная ламаистская Мадонна Тара. Шамбала – это подземная база селенитов, лунатиков, идеологический центр создания религий, ловушек сознания, центр духовной заразы. Здесь получали инструкции и подготовку великие палачи и убийцы. Александр Македонский, Ленин, Наполеон, Гитлер, американские советники президентов и целые легионы других оловянных солдатиков. Догадаться, кто еще в этом списке, несложно. Например, рогатому дяденьке Македонскому, даром, что Македонский, как и другим аватарам, боги всегда помогали в ратном деле. Как, например, Александру при осаде города Тир. Там селениты прострелили с летающих тарелок крепостную стену. Отсюда происходит понятие стрелковый тир. Современники утверждают, что Александр имел витые в кольцо рожки, сбоку головы, не такие, как у Моисея. Смотри мифы народов мира. У этого козла Господня рога выше лобной части и простые шишковатые. Да, козлонавтов всегда в истории больше, чем героев и космонавтов. Шамбала предложила Гитлеру взять старый символ птицы-колеса, сходный с символами Атлантиды птицы-феникс Гамаюн. Крылатые рули, колеса, свастика в круге для своей бесчеловечной политики, дабы разбудить в людях доверие и впоследствии опорочить символ счастья. Также поступили в свое время американцы, вдобавок взяв пятиконечную звезду. Шамбала, не покладая рук, создает множество легенд о себе. Как об оазисе света и волшебной стране защитников людей и планеты от злых сил. Внимательно проанализируйте слова этих гуманистов. Послушайте фрагменты легенды, донесенные к нам с той стороны фронта. Теперь есть возможность сравнить информацию и сделать свои личные выводы. Открыв глаза, пандит Лама прошептал «Год Архатов, год предупреждения, 2000 год. Не будет ли год огненного дракона через десять лет?» спросил я. «Это так, но я должен рассказать вам легенду, такую же старую, как Гималай. Я хочу рассказать эту историю в присутствии нашей богини Тары. Мы скоро войдем в ее цикл». «Наше устное учение говорит, что миллионы лет тому назад несколько сверхчеловеков из другого высокоразвитого мира пришли на Землю, чтобы ускорить развитие планеты и будущего человечества. То были тела, рожденные духом, то есть искусственно созданы из первичной материи, которые могли быть одновременно такими тяжелыми, как ядро Земли и такими же легкими и жгучими, как свет Солнца. Это были гиганты божественной внешности. Среди этих ангелов был Мара, которого вы называете Люцифером или Сатаной. Он выполнял важную роль руководства, занимался развитием конкретного разума и индивидуальностью человека. В течение веков он достиг своей цели. Но когда Бодхисаттвы и Тара появились для того, чтобы возвысить сердце человека, лишить рассудка, он отказался отойти перед ними. Напоминаю, вот как смотрит на власть сердца над разумом Святое Писание. По-моему, лучше не скажешь. Это строки из Евангелия от Марка, 7.21. Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство. 22. Также исходят кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство. Оттуда завистливое око, богохульство, гордость, безумство. 23. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека. Если вы, поклонники сердца, думаете, что сказанная ошибка, то Иисус у Матфея, 15, 16, 20, поясни для тех, кто не понял еще раз. 16. Иисус сказал, неужели и вы еще не разумеете? 17. Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит во чрево и извергается вон? 18. А исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека. 19. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. 20. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. То было восстание сатаны против учителей космических циклов. С того времени более не существует имени носитель света или Люцифер. Он стал князем тьмы. Бороться со стараниями восставшего Мары, который хотел сделать людей эгоистами, в мир были посланы Будды и Архаты. Эго означает «я эгоист». Это осознающая себя личность, а не думающая только о себе скотина. Это бывает только от заражения скверной. Высшие существа говорят сатане разрушить стену, алатырскую систему обороны планеты, которую он создал вокруг Земли. Все равно Дхиан, Каганы скоро принесут из глубин пространства тела вихрь, которая спалит огнем все его труды, защитный экран Земли и созданный им мир. Древние легенды говорят о кризисах, подобных последним дням Атлантиды, заметил я. Верно, согласился монах, но нынешний кризис будет намного сильнее. Если предостережение, ультиматум выдвинутой Земле не будет услышан, и массы людей будут упорно идти путем рядом с князем тьмы, то тогда иерархия космоса примет вызов, и лучезарный глава Шамбалы уничтожит все зло на планете. Естественно, вместе с его носителями без людей не будет и зла. Народы Земли должны понять, что время распятий на кресте и мягких пророков прошло. Мы живем во время архатов, которые заговорят молниями, громом и звездными дождями. пришла эпоха Шамбалы. Я не пророчествую, сказал монах. Я раскрываю вам стратегические действия небесных армий. Мы откроем секретные хранилища Египта и покажем существование высоко развитой науки и технологии в далеком прошлом. Вы можете получить такую же участь, как эти древние народы. Вы, земляне, сможете стать мертвой цивилизацией и легендой, в которую через 10 тысяч лет никто не поверит. Шамбала попросит Дхиан Каганов приблизить астрономическое тело, расположенное сейчас за Юпитером. Новое излучение изменит всю жизнь на планете. Написал эти строки Томас Эндрю. У нас его книга вышла под названием «Шамбала оазис света» в 1992 году. Редактировал и участвовал в подготовке книги к печати раб Божий Кузьмин Валерий Иванович из Геленджика. Это местный гипнотизер, экстрасенс и контактер с богиней Тарой. Комментарии к приведенным выдержкам, как говорится, практически излишни. Только не подумайте, что Томас пассивный шамбалист. Выдумывает или шутит? Нет. Он искренне рассказал о своей встрече со служителем богини Тары, бабы Яга-Яхвы, великой такой-то матери. Редактор субтитров субтитров субтитров